Студенческая пейнтбольная лига 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 прошла с довольно большим перевесом в сторону КГАСУ. В итоге архитектурно-строительный университет становится победителями данного противостояния. КФУ получает серебро, КНИД УКАИ завоевали бронзу. Александр Новиков, Кирилл Мукаев, Неделя спорта. Продолжаем новостями с футбола. 26 мая сборная Казанского федерального университета играла свой последний матч в рамках чемпионата студенческой футбольной лиги Республики Татарстан в соперниках сборной Казанского государственного архитектурно-строительного университета. Цель только одна – победить. Нужно забирать все три очка. Другие варианты не помогут. С таким настроем игроки Казанского федерального университета выходят на последний матч чемпионата студенческой футбольной лиги Республики Татарстан. 26 мая на стадионе «Буревестник» решается судьба четвертого места в турнирной таблице. Соперник – аутсайдер чемпионата сборная Казанского государственного архитектурно-строительного университета. Стартовый состав сборной КФУ достаточно сильно изменился. В заявку на матч не попал Денис Давыдов, а Бертран тоси ломеночная от игру со скамейки. Счет открыт уже на первой минуте. Данил Шкурин, воспользовавшись несобранностью соперника, спокойно проходит защитников и делает счет 1-0. Долго раскачиваясь на поле, архитекторы сравнивают счет. Из-за досадной ошибки в обороне Герман Долгов на 20-й минуте перехватывает мяч и несется на полной скорости к воротам. 1-1. Понимая, что ничья оставляет Казанский федеральный университет на пятом месте в таблице, на 32-й минуте Шахриян Шахабиан делает счет 2-1, после которого команды уходят на перерыв. Счет 2-1 максимально некомфортный для КФУ. Одна ошибка и вновь ничья. Но благо такие прогнозы не сбылись и весь второй там федералы были на половине поля соперника, где смогли забить еще три безответных мяча. Итоговый счет 5-1. Сборная федерального университета уверенно забирает три очка и ждет результата матча Энергетического университета против КХТИ. Адель Шахидинова, Ильвина Губайдулина, неделя спорта. Итак, чемпионат студенческой футбольной лиги Республики Татарстан подошел к концу и Казанскому федеральному университету удалось закрепиться на четвертой позиции благодаря тому, что ближайший соперник Энергетический университет уступил в последнем матче со счетом 2-0. Теперь давайте взглянем на итоговую таблицу результатов. На первом месте Павловская академия спорта. У них в активе 36 очков. Далее к Ниту КХТИ благодаря победе над Энергоуниверситетом они становятся вторыми и у них в активе 22 очка. Третьими с отставанием в одно очко идут к Ниту КАИ. У них в активе 21 очко. На четвертом месте Казанский федеральный университет. У них 16 очков. Это на 2 больше, чем у ближайшего предследователя Энергоуниверситета. У них всего 14. Шестыми идут Казанский государственный медицинский университет. У них 8 очков. Замыкает таблицу. Казанский государственный архитектурно-строительный университет. У них всего 4 очка. Теперь поговорим о парусной регате. В акватории озера Кабан с 23 мая по 2 июня состоялся третий этап национальной парусной лиги. Спортсмены со всей страны приехали в столицу Республики Татарстан, чтобы закрепить свои успехи в турнирной таблице после двух проведенных этапов в Сочи и Туапсе. Наш корреспондент Елизавета Бурмистрова побывала на этом фестивале в жизни, на этом радостном мероприятии и готова поделиться с вами впечатлением, что там было и рассказать, кто выиграл третий национальный этап. Самый крупный парусный проект России прошел с 23 мая по 2 июня в Казани. На акватории озера Нижний Кабан встретились 21 команда. Участникам и организаторам повезло с погодой. 31 мая удалось провести 12 гонок. 9 команд стартовали 4 раза, 12 команд 5 раз. На протяжении дня выигрывать гонки удалось 7 командам. Два первых прихода у дебютантки дивизиона команды Натальи Кравец-Матрешка. Но седьмой и восьмой приходы не позволили ей попасть в тройку лидеров. Еще один обладатель двух побед – коллектив Андрея Зуева «Восток-Запад». Два седьмых прихода и один третий опустили команду на шестую строку. За пределами тройки лидеров по одному первому приходу у команды Академии парусного спорта яхт-клуба Санкт-Петербурга Анны Басалкиной и Блэксия Андрея Малыгина, которые расположились на четвертом и седьмом местах соответственно. Лидер сезона – команда Чеченской республики «Ахмат» начала третий этап не очень уверенно. У коллектива Александра Башко кроме двух побед в активе также третий, четвертый и пятый приходы. Именно две победы обеспечили «Ахматовцам» 14 баллов и третье место по итогам дня. Лучше складывается выступление у представителя яхт-клуба «Таватуй» – команда Вячеслава Ермоленко – повелитель паруса «Азия». Две победы и по одному, второму, третьему и четвертому месту. 11 очков привели команду из Екатеринбурга на вторую строку. Суббота 1 июня подвела с погодой. В итоге за день гоночному комитету удалось провести всего 9 гонок. Тройка лидеров по итогам дня не изменилась. Команда Александра Башко «Ахмат» показала два пятых прихода и один первый. Коллектив Вячеслава Ермоленко – повелитель паруса «Азия» приходил в субботу первым, четвертым и седьмым. Лидер первого дня буревестник «Сайленд Тим» Максима Титаренко начал день слабо, но под конец дня все-таки выиграл гонку, буквально вырвав победу у команды ЦСКА. Также в этот день стартовали гонки детского дивизиона. Первой как среди девочек, так и в общем зачете стала Майя Дубович. Второе и третье место у местных юных спортсменок Марины Урсу и Илеаны Ахмадулиной. Среди мальчиков лучшим по итогам дня стал также местный оптимист Кирилл Пичугин из города Зеленодольск. Второе и третье место заняли казанские спортсмены Иван Гужов и Максим Белобородов. 2 июня в Казани финишировал третий этап национальной парусной лиги. Погода не подарила постоянного рабочего ветра, поэтому удалось провести всего лишь восемь гонок. В итоге за все три дня было проведено 29 стартов. Финиш на восьмом месте в одной из гонок стал роковым для коллектива буревестник «Сайленд Тим». Эти восемь очков и привели к тому, что по итогам этапа команда заняла третье место. Команда «Ахмад» тоже записала в свой актив восьмой приход. Однако отличные результаты воскресного дня плюс вычет пяти очков позволили представителям Чеченской Республики завоевать серебро. Отличное выступление Екатеринбургского коллектива «Повелитель паруса Азия» на протяжении всех трех гоночных дней привело его к золоту. Елизавета Бурмистерова, Кирилл Мукаев, «Неделя спорта». Итак, мы продолжаем нашу программу и переходим к такой замечательной теме, как всероссийский финал чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов России. У меня в гостях сегодня в студии председатель спортивного клуба «Казанский Юлбарс» Ренат Мингалеев. Ренат, тебе большой привет. Роман, добрый день. Что ж, поздравляю с первым местом в общекомандном зачете. Давай в целом о фестивале. Как тебе организация? Как тебе его проведение? Фестиваль получился очень крутым. Очень честно, да, скажу, что он оправдал все наши надежды. Три дня было море позитива, соревнований и, конечно же, она завершилась нашей победой. То есть, тем более мы с большими радостными новостями продолжаем работать и стремимся к дальнейшим победам. Хорошо, друзья. Для тех, кто не в курсе, в эти выходные прошел фестиваль «Наш выбор – спорт», где были представлены вузы в нескольких видах спорта. Это шахматы, ностальный теннис, футбол, баскетбол, волейбол, лапта и гребли эндор. Два последних – это были демо, получается, выступления. Поговорим об основных, так как Казанский федеральный университет был представлен абсолютно в каждом виде спорта. Да, это, наверное, единственный вуз в России, который смог выставить в каждом виде спорта команду. И даже по две команды мы выставили в шахматах и на стороне тенниса. И, можно сказать, даже благодаря этому, потому что мы были многочисленными, нам получилось выиграть общий зачет. Конечно. Но об этом чуть поподробнее чуть дальше. И сейчас, друзья, вам скажу то, что медали мы получили в таких видах спорта, как баскетбол мужской – второе место, баскетбол женский – третье место и шахматы – третье место. Ни одного золота, к сожалению, нет, но, видимо, это помогло все равно. Да, да, то, что у нас все команды выступили очень хорошо, два четвертых места. Ну, конечно же, хотелось бы выиграть хотя бы один вид, но наши надежды, например, в футболе не оправдались. Мы надеемся на наших ребят в шахматах. Ну, в принципе, я удовлетворен нашим выступлениям. Конечно, есть куда расти, есть над чем работать. И на будущий год мы думаем, что без золотых медалей мы не вернемся. Ну, вот по поводу футбола давай поговорим, что случилось. Три поражения в группе. Видимо, да, мы не смогли подготовиться к чемпионату, как мы хотели, как мы думали, что подготовимся. Но новый формат – газон. Не полностью подготовленные и восстановленные наши игроки дали о себе знать. В принципе, все игры были равны, может быть, в каких-то моментах нам немножко не повезло, но это не снимает на нас ответственности то, что мы были слабее на этом турнире, чем мы думали, что будем. То есть, это наша вина. Мы ее не снимаем. Перед болельщиками нашими извиняем, что так плохо выступили. Но так получилось, ничего с этим не поделаешь. Зато наши другие сокомандники под других видов спорта нам помогли, и мы смогли стать чемпионами в общем зачете. Турнир по футболу Кубок КФУ Кубок Казанска Федерального Университета был признан лучшим турниром вообще за всю историю этого сезона. Так что поздравляю вас за такие, получается… Да, получилось показать свой класс в организации, но не получилось, конечно, показать именно на самом поле свой класс. Но все впереди, будем работать, будем тренироваться, будем работать над ошибками. Вот в этом сезоне, помимо сборной института физики, выделяется одна персона, которая уже достаточно много наград забрала, это Алмаз из Басаров, которым тебе придется еще играть в матче за Суперкубок Казанского Федерального Университета. Что скажешь по поводу Алмаза, как он провел этот сезон? Алмаз, да, это просто… Такой спортсмен, которого, как сказал Денис Давыдов, у нас в университете нет, человек, который совмещает и баскетбол, и футбол, и стал призером АССК. Да, вот, наверное, именно его, нашим футболистам, физикам, не хватило, получается, в финальной стадии. Если бы он успел выступить и на футболе, и на баскетболе, возможно, был бы другой… На футболе вы сами его выбили. Да, регламент он такой, что, да, получается так, что мы не смогли сделать замену и пригласить его к себе в команду. Да, это очень сильный спортсмен, и не только спортсмен, но и организатор. Как сказал Денис Давыдов, он на данный момент является, можно сказать, лучшим спортсменом КФУ. Мы им гордимся и желаем ему дальнейших успехов. Хорошо, подведем итоги по чемпионату АССК. Оценка, коротко. Оценка выступления команды удовлетворительна, общий итог – пятерка. То есть мы победили, мы завоевали кубок, оставили его в Казани. Привет, Сергей Ревенко с Южного Федерального Университета. Кубок остается в Казани, а вам мы желаем удачи на следующий год. Это был Ренат Мингалеев, председатель спортивного студенческого клуба «Казанский Илбарс». Ренат, тебе большое спасибо, что ты пришел. Еще один вопрос. Планы на будущее? Как же без этого? Планы на будущее? Конечно, у нас скоро поездка в Белоруссию намечается. Поживем, увидим. Конечно, это можно сказать, это была победа самая гандиозная, что могло быть. Я думаю, что больше ничего не смогу дать этому клубу. Надеемся на новое поколение, ждем нового поколения активистов, новых руководителей. Если вы такой человек, который сможет наш спортклуб поднять на более высокий уровень, мы вас ждем у себя. Вот такой рекламы. Ренат Мингалеев заканчивает свое выступление в нашей программе. Ренат, тебе еще раз большое спасибо, что ты пришел. Друзья, напоминаю, у меня в студии сегодня был председатель студенческого спортивного клуба «Казанский Илбарс» Ренат Мингалеев. Еще раз большое спасибо. Спасибо, Роман. Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. Что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Роман Полинсков. Вы смотрели программу неделя спорта. Еще увидимся. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова